здравствуйте дорогие друзья сейчас новогодние как раз каникулы долгая зима и решил я свой мр-155 тюнинговать колхозный тюнинг так называемый сейчас расскажу вот заказал сазона свою борис с алиэкспресс заказывал так вот начнем с тыльника затыльника для вот такой маленький затыльник взял потому что его штатный затыльник он длинный и слишком проминается ну и вот когда сцепляется цеплялся за одежду всегда и поэтому я вот скотчем заматывал чтобы перри в скидке за одежду не цеплялась так вот затыльник поменяющего купил насадку прогресс 075 посмотрим как она будет потому что штатные штатные дульные сужения не какие-то это маленькие вот это вот хотя бы затягивать время от времени проще будет ну и попробую просто я ни разу не пользовался насадками это 80 миллиметров прогресс заказывал на озоне все ссылки я принципе откуда чё заказывал прикреплю к видео так получается я еще буду прикладывать вот вот наращивать потому что вот так вот когда держишься она вот чуть-чуть коротковато для меня утряется в одессе вот здесь вот и чтобы нарастить я буду использовать вот такие вот саморезы вот сюда вот буду вкручивать и две холодные сварки так посмотрим что из этого получится буду лепить приклад под мою руку холодной сваркой так и по итогу покажу что получилось мр-155 хорош тем что можно приклады дешевые в принципе и вот эти пупырышки мне не нравится красивые тоже себе я где-то видел видео где один мужик сточил чуть-чуть тоньше сделал и есть такая технология steam pack это же получается пластик и можно на нем паяльником допустим эти сумки делать специальные вот именно на американском ютюбе есть очень много видео они и пистолетные рукоятки делают выжигают ну именно пластиковые вот в принципе если вы испорчу то докупить цевьё или приклад не сильно дорого поэтому буду колхозить так вот на алиэкспресс купил еще такие балаклавы один такого цвета один такого 150 рублей по моему вот отзывы читал но не вот из тонкого материала лишь бы лицо не отсвечивала так и последние получится не получится вот на эту клейкую ленту я буду приклеивать так так решил прицельную планку повыше сделать так это получается у нас потоньше не нашел поэтому буду использовать такой профиль из алюминия вот чуть повыше сделать планку хочу попробовать если не понравится я выдерну да и все вот почему высокую планку захотел ну потому что видел как спортинг так далее вот используют именно высокие планки почему вот спорт спортсмена использую высокую планку охотники не могут и на ю тубе я видел специально делают накладки высокие планки вот но они дорогие и они идут с туннельной мушкой вот и на на этот на эту высокую планку я еще хочу туннельную мушку сделать для этого из алиэкспресса заказал латунную трубку она по моему чуть чуть тоньше получилось вот с алиэкспресса заказывал и с вайлберриса заказал вот такие оптоволоконные прутики так муж для мушек я не использую вот так диаметр два миллиметра два миллиметра тут три света и они буквально стоят 200 рублей по моему если не ошибаюсь так ссылки оставлю и я хочу на вот это вот обрезать где-то вот сантиметров где-то 7 сантиметров отрежу и вот вот одно из этих оптоволоконных прутиков засуну и вот здесь вот для света вырежу отверстие и приклею вот на этот на эту планку так что из этого получится потом посмотрим то если не понравится выйдем надо и все я штатную мушку оставлю так сейчас буду затыльник менять в принципе поменять его не проблема я думаю вот тут саморезы к нему идут и начну вот это вот север попробую потоньше сделать час болгарку принес наждачные круги вот и попробую еще из холодной сварки вылепить чего-нибудь рукоятку по под свою руку так пока на этом все то еще вот хотел купить аэрограф и краской тайгой как-то закрасить но это на будущее оставлю в этом году если не получится не сделаю ну вот под какой-нибудь камуфляж хочу закрасить оружие будущем вот еще я думаю причина промахов может быть даже то что этот затыльник штатные очень мягкие когда прижимаешь приклад допустим он вот так прям гуляет такого не должно быть но раньше 10 деревянных прикладов нормально стреляли да и в принципе я 32 грамма всегда стреляю и по идее мне нужен такой мягкий затыльник видите одним пальцем загибай то вот поменял штатный затыльник двумя саморезами он был прикреплен вот так вот он сел получается более короткий вот и резину как-то надо наверно либо и что-то сделать с этой резиной чтобы она не сцеплялась по идее выгоревшие резина же как бы получается становится гладкой вот что-то такое надо придумать какую-то термообработка или что-то такое придумаю смотрю чтобы она более скользкой стала вот эта резинка перекрутил дольную насадку села отлично то на лампу посмотрел по стволу в принципе соусность нормальная то на охоте посмотрим что да как вот эти дырки как как они будут в деле я даже не знаю ну по идее пороховые газы как-то тормозятся как на это в деле посмотрим совсем забыл еще сказать что прикупил еще удлинитель на три патрона на вайлбрис с ним идет такой вот дополнительная пружина вот то есть удлиняю штатную пружину сюда высовывать так и это прикручивается так алюминиевая из алюминия поэтому она легкая так на 5 патронов или на больше не стал покупать специально принципе три патрона должно то вот начал чистить маленькой чтобы сюда вот холодная сварка сделать то вот болгаркой нам самой минимальной скорости снимаю его тут вот она получается пластик сам плавится и вот здесь вот налипает оказывается ну ничего дело потихоньку идет так тут чуть-чуть хочу снять ну и чтоб лучше адгезия было тут снизу сделаю так форму примерно так вот и вот до сюда вот так хочу сделать посмотрим что получится так вот такой французский интерстейн у меня получается саморезы закрутил более мелкий круг не подходит так п-660 я использую пока крупно зернистая нормальный пластик расслабляется но принципе берет вот примеряю от палец на курок ставлю и смотрю смотрю сколько мне тут надо добавить сюда буду налеплять холодную сварку так вот так вот получается кто в детстве лепкой занимался в принципе я думаю смогут это сделать так получается она так анатомический анатомическая штука получилась вот это вот даже вот когда сжимал пальцы вот меня форму остались вот уже нормально думаю нормально получилось в принципе если что можно даже добавить я думаю хотя и принципе и так уже достаточно когда я вот я берусь и вот спокойно достаю до курка и вот этот вот палец не проваливаться здесь вот потом как я говорил планирую закрасить и вся эта штука под краской не видно будет вот две пачки хватило вот такой вот холодная сварка для металла дальше делать шкурил сливье сначала болгаркой с насадкой не знаю пыше по 40 по моему большой объем здесь взял тут пупырышки все убрал чуть-чуть потом все сделал и потом руками и мелкой шкуркой наждачкой вернее шкурил и вот такой вид теперь вот он уже как матовый получается не скользкий типа дерево получилась фактура интересная вот потом я же говорил что под краску покраску это все готовится вот и начал вот тут же рисунок был вот этот рисунок хочу вот паяльником напаять в принципе пластик плавится так вот окантовку нарисовал и вот вот этим вот паяльником вот окантовываю излишки вот срезаю ножиком так и вот такой вот рисунок вот такие вот точки поставлю и чтоб не скользила рука ну это в ю тубе посмотрел технологии вот американцы рукоятки пистолетов и так далее вот так таким образом делают технологии называется у них спилинг по моему спилинг вот они даже букву тут пишут потом вот обводит так далее но я не стал заморачиваться просто вот так вот сделаю и пробую рисунок нанести тут посмотрим что будет так вот получается беру допустим но в любом каотичном режиме так вот снимаю и вот рисунки рисунок под одним углом делая одной рукой не удобно вот за границы не выхожу потом вот это вот чуть-чуть ошкурю а то слишком шершавая получается посмотрим вот закончил все таки ошкурить надо будет наверное скорее всего потому что слишком слишком шершавая получилась чуть-чуть чуть-чуть завтра ошкурю наждачки более-менее станет я думаю все первый опыт принципе нормально и тут я ничего не буду делать только вот здесь вот оставлю все так вот первый этап колхозного тюнинга закончился так что мы тут сделали с этим ружьем во первых купили удлинитель магазина на три внутри патрона и так насадку прогресс купили плюс еще доработали севьё но меня не устраивал тут попрышки были и это мне бесило и но вот принципе толстоватое было поэтому я здесь убрал так все все убрал его тут насечки сделал с с помощью паяльник так паяльником сделал до этого я показывал ну и вот тут вот сделал тоже показывал из холодной сварки анатомический анатомическую ручку и вот этот вот затыльник поменьше сделал все первый этап закончен сейчас остался второй этап сделать я буду делать высокую планку ну про это видео еще выйдет так что следите подписывайтесь этой весной я думаю попробуем на деле что да как